Да. Аллилуйя. О, Аллилуйя. Спасибо, Господи. Спасибо. Спасибо тебе, Господи. Спасибо. Господи, спасибо. И пусть Слово Твое будет пищей для нас. Не хлебом, едем и пищем. Но Словом Твое стоит жить человеку. И пусть это Слово будет пищей для меня в первую очередь. И для всех слушающих. И пусть семья сеются. И не важно сеющий, не важно тот, кто поливает. Ибо взращивает один Бог. Аминь. И пусть семья взойдет и прорастет в сердцах Ваших. Аминь. И станет надежным основанием. Да. Твердым фундаментом. Построенным действительно на камне. Да, Господи. Аминь. 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 Извините, мне тяжело, но я буду стараться. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. У меня так всегда получается, что каждый раз. Вот я вычитывал это в Иоанна. Я перечитывал просто. Библию читал, 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 читал. Особенно Иоанном зачитывался. Просто Иоанн. И у него как-то непонятно. Потому что у него три вообще разные, как бы, ну, как это правильно сказать. Как будто три личности писали. Вот реально. Вот Аминь. Это Евангелие. Это Откровение. Апокалипсис, да? Ага. И это Послание. Ага. И я каждый раз, я не знаю, я читаю, 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 но больше, больше, да, зачитывался вот Послание Аминь. Иоанна. У кого все просто, да? Смерть и жизнь. И новая жизнь. В новой реальности. Это здесь и сейчас. Ну, то есть смерть, реальность смерти. И реальность воскресения, это здесь. Вот здесь просто. Просто уже. И у него все просто. Кто любит, перешел от смерти к жизни. Кто не любит, под властью смерти. Да. И исповедуй все, что хочешь. Иисуса Господу. Понимаете, да? Но если ты не любишь, если это не реальность твоей жизни, твое исповедание, оно пустое. Оно для тебя, ну, как бы, понимаете, да? То есть от избытка сердца, говорят, устал. То есть, да, в сердце не верят к правильности. А уста не исповедуют, да, к спасению. Ну, без правильности спасения. А от избытка уста, говорят, уже о спасении. И вот этот, вот этот переход очень четко, я не знаю, это, я не могу это еще объяснить, наверное, словами, но у Иоанна вот где-то так есть. Между, вот, Евангелием и посланием, вот такой переход, то есть, он приходит в сердце. Насчет, да, то есть, первым делом, да, поверь, получи эту правильность. Увернись в сердце, не от дел, просто, не от чего, просто наполнись, чтобы твой сосуд реально был полон. А дальше он начинает переливаться. И вот это как раз, как бы, подтверждает твое спасение. И, интересно просто, знаете, насчет преображения. Написано, преображайтесь обновлением ума вашего, правильно? Что-то познать. И мир, да радость, да преумножится от познания. То есть, наша задача познавать, познавать, познавать. Это отсюда и пища легла. То есть, как Павел говорит, я молюсь и сердце. И молюсь и разум. И сердце, и разум где-то должны войти в согласие. На пути преображения, да, получается так. И мы видим сейчас очень много верующих, которые сердце дернулось, и нету достаточно до познания. И они готовы горы свершить, но реально пробежав три шага падают. И видим точно так же. И у них очень много чудес, кстати. Но продолжительность этого пути очень короткая. Их любой ветер может снести в другую сторону. Когда, да, действительно, сердце открылось, но оно не подкреплено сознанием. Оно все подсознательно, оно все инстинктивно. Это на уровне вот реально такого животного. Такого, то есть, внутреннего, да. И есть очень много, которые пошли за разумом, которые идет перед сердцем. И впали в надменность. То есть, сам по себе знания они намевают. И получается, эти знания против нас самих. То есть, они же, они ставят ложные знания. То есть, и они нам мешают познать настоящее. И вот этот баланс на пути преображения очень важен, на самом деле. Чтоб ни одно, ни второе не выходило вперед. Потому что это обочина. Дух Святой ведет путем. Путь это дорога, да, путь. Она может поворачивать. Она может идти вверх. Она может идти вниз, да, дорога. Но если мы сами начнем поворачивать, не видя, что поворот настоящий, зная, что будет поворот направо, понимаете, да. Но сами, повернув направо, не дошел там сто метров, мы в обочину заведем. И каждый раз так, на самом-то деле. Или в одну обочину, или в другую обочину. Или я слишком чувствую Духа Святого, и не понимаю времена и сроки. И я знаю, что будет поворот направо, и я побежал направо. И я вне дороги. Понимаете, да. Или я ничего не чувствую, да вообще ничего не чувствую. Я знаю, дорога ведет прямо, а дорога уже свернула. А я прям, я говорю, это вот твердоломый просто стал от своих знаний. И очень часто, вот читая Библию, вот так, опираясь на свои знания, мы мимо, мимо всего, к сожалению. И, знаете, я еще иногда каюсь перед вами, родные. Я очень мало знаю Писание. Честно скажу. Я интуитивно что-то понимаю, ношу это внутри, да. Что-то, ну, как бы, не могу даже выразить. Я внутри понимаю, я внутри сейчас-то не согласен, я выразить не могу это. А когда начинаю читать, о, вот он, вот он, вот он, вот он. То есть наша жизнь, как верующего человека, как наш путь преображения, должен состоять из познания сердца, это Бога познания. И понимание себя в этом, осознание себя. То есть, как Иисусу, наверное, сказал, «вникай в себя» и в Писание, да. Но это старый завет. На сегодняшний день, то есть, вникай в себя, в свое нутро, в физическое что-то разум. И в Слово, то есть, в живое Слово, это сердце. Разумом познаем, да, а сердце, от сердца идут источники. То есть, мы должны познать эти источники, открыть их, позволить им течь, и позволить разуму, от разума очень, на самом-то деле, многое зависит. Это нужно освобождаться физическим миром. Точно так же, как молитва на языках, да. Оно Божье, и оно человеческое, да. И тут можно дискутировать в разуме очень много, правда? Как Иисус, не знаете ни Писания, заблуждаетесь, почему не знаете ни Писания, ни силы. Они прекрасно знали Писание. Они наизусть знали Писание. Это книжникам он говорил. Понимаете? Но это знание, как Петр писал, глупость Божья. Да? Больше мудрости человеческой. И Бог своей глупостью поругал мудрость. Понимаете, да? И они мудровали, действительно мудровали, насчет какой женой она будет в царстве, траля-ля, лаля-ля-ля. Они находили уловки, чтобы... Ментальные, да? На уровне разума, на уровне логики. Находили уловки, чтобы опровергнуть это Писание, эту теорию, да. Находили какие-то, чтобы опровергнуть это, или подтвердить этот вариант. Но все сходились к тому, что должно прийти Спаситель и открыть сердце. Понимаете, да? Когда пришел Спаситель, они отказались от этого сердца. Понимаете, да? И вот эта глупость, которая повторяет, она повторяет, церковь повторяет ту же историю. Он приходит к своим, а свои не принимает. Да. И получается, я действительно катался там много, да? Язычники, хинду, мусульмане, они быстрее принимают, чем христиане. Благодаря. Понимаете? Парадокс, получается, но история повторяется. Да. И Бог, на самом-то деле, у Него все так есть. У Него все вот такими, да, как это, паттернами, у Него все разноуровнее, и оно все повторяется на самом-то деле. Написано четко, что конец определен сначала. Вот. И вот так. Конец уже, уже определен. Все уже есть. И оно разворачивается, вот это, весь, весь, это движение, да, разворачивается на протяжении, ну, всего существования, понимаете, да? На седьмой день уже Бог сказал весьма хорошо и почил. Правда? И мы можем сказать, то есть Бог еще тогда все успокоился от своих дел, да? И Агнец был заплан изначально. Правда? И уже все хорошо. И оно начинает развиваться все. Отчасти это так. Понимаете, да? Отчасти оно уже свершилось. Отчасти написано, что мы должны войти в субботу. То есть это в нашей жизни еще, например, некоторые вещи не свершились. Понимаете, да? В покой Божий. По неверию евреи не вошли. То есть было предложение войти, но, да? Они не вошли по неверию. Написано, правда? И вот если касаться веры, настоящей веры, то вход в завершенную работу, вход в покой Божий, в то место, где уже все свершилось, где уже все хорошо. Понимаете, да? Выход из мы перенеснены в истину в царство тьмы. Уже написано, правда? Аминь. Да. То есть даже вкусившие силы будущего века. Понимаете, да? То есть те ребята, которые переживают уже вот эта реальность царства уже сейчас становится реальность их жизни. Понимаете? И все послания говорят об этом переходе. Мы перешли от смерти к жизни. Мы умерли, как крестились, что? Его смерть. И воскрес его воскресенье. Да? И написано, человеку должно умереть раз. Правда? Да. Потом суд. Но точно так же там же и написано, что верующие на суд не приходят. Правда? Потому что перешли от смерти к жизни. То есть смотрите, да? умерев, потом суд. Потом решение, да, жизнь или смерть. Правда? Есть такой путь. Есть такой путь. Правда? Для обычных людей, для неверующих. смерть, расплата за грех. Да? Да. То есть, как бы мы ни, знаете, не говорили, то есть, есть вера, я правитель, а есть реализация этой веры. Но как бы ты ни говорил, я правитель, я правитель, понимаете, придет время, смерть придет и возьмет свое. Что? Расплату за грех. А по идее, Христос оплатил за грех. Правда? То есть, есть путь простой жизни, грешной жизни. Написано, что мы уже перенесли, да, но реальность показывает, еще нет. Понимаете? И оно как-то не соотносится в этих вещах. То есть, да, смерть, суд, а потом там выбор после суда. Или в жизни, или в смерти. Ну, как бы. Но те на суд не приходят, потому что перешли от смерти уже к жизни. то есть, они перенесены от смерти. Да. И смерть, и суд свершились на кресте. Аминь. И мы можем войти в это. Понимаете, да? И жить в реальности воскресения. Аминь. А может, своим невериям остаться вне этого. Точно так же, как евреи не вошли. И это единственное предупреждение в Новом Завете. Которое говорит, будь осторожны, пока еще есть время. Чтобы войти в Попор. Войти в Субботу. Пока еще дверь открыта, когда еще есть возможность. и интересный переход. И мозги этого отказываются на самом-то деле воспринимать. И поэтому мы догмы всякие строим, понимаете, читаем Библию, не понимая, это написано еще с позиции старого человека, или это написано еще с позиции нового. Уже с позиции нового. Это еще для плоти информации? или это уже духовная реальность? И вот тут мы пытаемся для себя определить ту реальность, где я сейчас, что мне нужно делать. Или я в этом не нужна беспокоиться, или мне реально нужно побеспокоиться, чтобы войти в это. Вот точно так же, обращайтесь к пророческому посланию, делайте это пока в ваших сердцах, возвращаясь к Минусу. и взойдет утренняя звезда Христос. Дальше она вас поведет. То есть после перехода от смерти к жизни, понимаете, да? Что имею, как это, да? Что имею, то даю, правда? А давайте будем заботиться, чтобы иметь что-то, понимаете, да? Иметь любовь. А уже как давать, любовь сама позаботиться, правда? Ну, логично. То есть нам не нужно заботиться, чтобы давать, нам нужно заботиться, чтобы иметь. А у нас парадокс. Я хочу давать, но в кармане ноль. я хочу давать, я хочу, но на-но-но-но. Это глупость, правда? И вот для Бога точно такая же глупость. Я когда-то программированием занимался, то есть, ну, изучал, писал там даже игры на компьютере. И, ну, логика машины железная, понимаете, да? Если то-то, язык программирования, если вот то-то, тогда то-то. И Библия точно так же построена на самом-то деле, логика, да? Если первая составляющая осуществилась, вторая автоматически. То есть Бог обещает то-то, если то-то, правда? Я не могу за Бога что-то решать. Я не могу стоять на этих обетованиях, потому что стоит условие. Моя задача, чтобы условие было субъедено, правда? Ну, все просто. А дальше за Богом не постоит. То есть, я просто начал, да, обращать внимание вот на эти вещи. Ну, вот, если, 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 вот, вот эти все вещи, это уже второстепенное, за Богом не постоит. Понимаете, да? И вот тут точно так же вот этот осуществить реально этот переход. Понимаете? Даже позиция веры, да, написано, что кто уверовал, свидетельство в нем внутри. Правда? Да. То есть, как мне знать, что я верую? Есть свидетельство внутри или нет? Что такое свидетельство, да? Если я отдал жену Богу, я успокаиваюсь в нем. Покой свидетельство моей веры. И все очень просто. Вера это не напрягаться, это расслабиться. Да. И он взял вот это довериться Христу, утонуть в нем, да, раствориться вот от своих вот этих попыток, ментальных, не важно, действий, всего. Почему такой балаган получается? Так по делам спасены или независимо от дел, вот это все через тысячи лет, понимаете? Те в одну сторону, да, те в другую сторону. И никто ничего не понимает, да? А если разобрать просто личность как таковую, да? Что я личность, да? Я. И эта личность проявляется по любому делами, правда? Вера это изменение личности. А я как был собой, так я союз, правда? Сейчас что, я дела делаю, правда? Рассказываю отчасти, но я союз собой, понимаете? То есть дела уже второстепенные, они как бы, кем ты есть, ты будешь делать. Ну естественно же, правда? Если ты полон сострадания, сострадание начнет проявляться во всем. Не нужно думать, как его проявить. Или любовь, правда? Ну вы никогда не думали, как обнять, как правильно подойти и обнять жену. Но оно обнимается, и все, и правильно получается. Оно естественно. И вот точно так же, все плоды, оно если есть внутри, понимаете, да? Оно естественное. И вот тут как раз Иоанн говорит, кто не любит ближнего, да? Кто любит ближнего? То есть оно или есть внутри, или его нет. или Христос живет, любовь живет внутри, и вы перешли реально в освидетельство внутри, что оно все внутри и дальше выливается. Или вы тужитесь, понимаете? Вы пытаетесь здесь одеть что-то на себя, что вам не принадлежит. Ни по праву, ни по статусу, ни по закону, ни по чему. Понимаете? И вот тут парадоксы даже с догмами, со всеми вещами, полностью струседованы. И даже апокалипсис мы читаем. И вот точно так же мы истолковываем его, исходя из наших, исходя из старого человека. Понимаете? И смотрите, кто, я так немножечко просто то, что вычитал, да? Например, написано четко, что первый мир, да, был потоплен водой. Правда? Второй сохранен для огня. И то мы сегодня читаем, что для огня плевела она будет брошенной водой. и тогда воссияет. Но поймите, родные, тут точно так же трактовка, да, из старого и из нового. Понимаете, да? Из перехода, через Христа мы перешли от смерти к жизни. да? То есть Павел пишет, да? Нет, Петр, Петр, что, понимая, что весь этот мир будет сожжен огнем, подумайте, какими мы должны быть. Намек. но там же четко написано, что когда еще есть старое, новое не может полностью функционировать. Старое должно быть убрано. И интересно, я сейчас не, знаете, не буду говорить, что это дома, что это аксиома, но это мое внутреннее чувство, исходя из вот этой реальности опыта, вот этого нового. Понимаете, что мы уже посажены на небеса. И эта реальность должна просто произрастать в нас. Переход от старого порядка к новому. То, что что послание пишет. И смотрите, да, вода и огонь. А Иоанн как говорит, я крещу вас водой. Правда? Да. И ной это было прообраз крещения. Правда? Да. Смотрите, на третий день, да, Бог отделил меня на второй, да, воду от воды. Правда? Отделил воду от воды и посерединке, да, назвал это небеса. Давайте я сейчас открою, глава 1, Библия. Сейчас. Так. Первый день отделил Бог свет от тьмы. и назвал Бог свет днем отделяем, ну, разделение света и тьмы. Да? и было вечер и было утро день о день. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды и отделяет она воду от воды, которые на твердю. И стало так, и назвал Бог твердь неба. Парадокс, правда? вот, далее написано про, понимаете, да, это второй день. Вспомните ноль. Шла вторая тысяча лет. Ого, день как? Тысяча лет. Правда? Первый мир, где Бог разделил свет от тьмы, да? Каин-Алиф, где Адам был един и разделился, познал добро и зло. Второй день, ноль, да? Третий день, там, дальше уже суша, земля, вот эти все формирования. Но, родные мои, все это происходит на разных уровнях, и до сих пор развиваются. Вот, что я хочу вам сказать сейчас. Понимаете? Аминь. И если мы начнем вот, вот, односторонне смотреть, нельзя. Я не буду углубляться, просто вот, вот пища, да, для мозгов, чтобы чуть-чуть, 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 сами углубились, сами почитали, сами, сами откровения начали получать. крещение Христа водой, правда? После этого, Иоанн говорит, и будет тот, кто будет крестить огнем. Развивается история еще на том уровне. И говорит, огонь пришел, я кинусь с неба. Да? Дух Святой, помните, как сошел, когда Ной выпустил голубя, он улетел. Когда крестился Христос, голубь на него сошел. Понимаете? Точно так же, этот, Иуда, Христа. Написано, вражду я, положу между тобою и женщиной, между твоим семенем и ее семьей. Да? И ты будешь жалить ее в пяту, а она, как бы, сокрушит тебе голову. Иисус говорит про ее в пяту польки в свою в польку, которые ужали на змея. Одиннадцать, двенадцать. вошел в него сатана, правильно? И в результате был сокрушен. И вот, вот сколько таких моментов, лишь, родные, лишь для того, чтобы чуть-чуть, чуть-чуть урубиться, чуть-чуть понять это реальность перехода, что старое служение, все-все эти порядки, о которых говорился, и Иисус, да, в большинстве случаев возможно. И есть такие теории, да, что храмовое служение в семьдесятом году, да, правильно, было разрушено. Точно так же, смотрите, родные, вот эти все откровения, да, три с половиной года, потом еще три с половиной, да, подождите, подождите, от рождения Иисуса до его смерти, правда, три с половиной. Еще семидесятый год, пока не разрушено полностью, храмовое все служение и вся система старая, которая не могла дать, ну, полноценно новое, чтобы новое прошло. и все перекочевало духовно, физически оно разрушилось, все, уже нет, жертвы приносите. Тогда еще жертва не принималась, но уже негде приносить. И очень много вещей, мы думаем, это будет там, но оно уже здесь. Я не говорю, что пришествия не будет, но по идее, чей я читаю, да, когда он говорит, сын человеческий придет, завершить то, что начатое. И по идее он пришел, но царь славы грядет. Это уже другое. И там, знаете, что написано? Тоже интересно. Я верю в пришествие Иисуса, я верю в Его физическое, телесное, в теле пришествия, но точно так же я верю, что мы Его тело. И там, где написано придет, да, физически придет, там слово греческое стоит, проявец. Понимаете? Он очень серьезный насчет того, что мы Его тело. И это все до сих пор собирается, Его тело созидается до сих пор. и Он в своем нетленном теле, сам Он это сделал, понимаете, теперь Его тело развивается чуть-чуть на другом уровне. Точно так же, как Бог сам сделал, уже почил на шестой день. И до сих пор оно развивается, понимаете, время покоя, шестая тысяча лет, скоро наступает. и оно, оно как бы ужелись по-хорошо, и оно просто на разных уровнях развивается. Когда Христос сказал «свершилось», Он оделся, да, в смерть, крестился в смерть, да, и оделся в нетление. И теперь развивается Его тело уже на другом уровне. Я верю в пришествие, я не знаю, как оно будет, но чем больше мы начинаем осознавать реально, не знаете, ни царства, ни силы. И вот вопрос, вопрос действительно познания этого, да, вот, вот, вот живью в силе, понимать эту всю силу, понимать, понимаете, да, вот позволять этому проявляться через себя больше, 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 больше мы реально осуществляем этот переход. И этот переход как раз переход огня. Все старое сжигается, начиная в нас и после этого возле нас. Понимаете? И в результате у нас получается реальность. Ты пошел на работу, ты, ты, ты сын царства, ты ходишь, да, работа начинает, что-то начинает происходить даже на работе. Очень многому это не нравится. Ты раздражитель. Не по тупости, я говорю, а по силе. или тебя начинают уважать и работа начинает все преображаться на работе. Или тебя увольняют оттуда. Правда? То есть ты все равно, ты, ты сейчас в разделении. И помните, Иисус открыл, да, когда первый раз пришел в Синогон. Открыл Святок Исаня и говорит «Друг Господь на мне ибо Он послал меня». Правда? Проповедовать «Лето Господне благое», да? И как это? Свободу ну пленным, да, богатство нищим. И ну «Лето благое» и «Господне благое» и как это? «Лето Господне благоприятное». Благоприятное, «Благое и приятное». «Благоприятное». после этого закрыл и отпустить измученных свободу или «Господне благоприятное». Закрыл и говорил «Мне не исполнилось пророчество сию». Правда? Нет. Но стихи Исаии продолжаются и день отпещения после. И там еще и дальше можете почитать. Пророчество продолжается. Он это сделал и мы дальше. Мы это разделение, которое принес Иисус. Что Он не мир принес, а меч. И сейчас вот этим мечом разделяются два мира. Старый и новый. Огнем сжигается переход этот внутри нас. Если раньше была земля полностью мир уничтожен водой и это символ крещения и те, кто были в ховчере уцелели, теперь оно огнем сейчас выжигается все. Сейчас жатва. Последний день уже и сейчас этот переход он здесь внутри. Все, что толкает убирается. Убираются все те Матвея 13. Поэтому как убираются плевелы и огнем сжигаются так будет в конце века. пошлет сын конец века родные. Это конец века. Это конец века. Если вы Библию внимательно будете читать, вот он уже конец. Что ангелов своих и выберут из царства его все соблазны и делающие беззаконие. Из царства. Понимаете, да? не из мира, из царства отпадут просто. И Павел точно так же пишет, что как это, прелюбодяи же, гомосексуалисты, алкоголики, тунеядцы, и все, они не войдут в царство, правда? мы думаем, они не привратно своим умом, думаем, что они не наследуют спасение. Нет, спасение не зависит от греха, правильно сказали. Они будут как уловня из огня веру иисусом. Но дела их не будут сожжены. И об этом Павел тоже пишет. Они не войдут в царство здесь при жизни. Занимайся потому что этому нет места в царстве. Они не смогут насладиться покоем развратничая. Они физически этого не могут сделать. Это тут не то, что перестанем решить, потому что в ад пойдешь. Нет. Давайте разделять спасение. Разбойник спасен был. Он не был крещен вообще, он десятину не платил. не сидит. Он забирал не сидит. Ему хватит. Однодравленного до десятого части права. Примерно их требуется по закону. Ну, да, смешно. Ну, понимаете, да? Он ничего говорит, вспомни обо мне, Господи. Он открыл сердце. Все, ты со мной. Правда? Ныне же будешь в раю. Он вошел с ним, он умер вместе с ним. Как головня. Да, как головня из огня. Все, все его дела, все, он висел, его дни сочтены. Но мы, кроме того, что вошли, приходим в его смертью, мы еще входим в его воскрешение. Разбойник этого не удосужился. Понимаете? И вот эти все дела, давайте, ну, спасение спасения. Она есть, по благодати, все правильно. Но жизнь, царствие, переход от смерти к жизни здесь и сейчас, переход от старого порядка к новому, от закона реальной благодати здесь, понимаете, да, к жизни и царствованию здесь, будучи посаженными, да, на небесах, но живущими в теле, о, а вот это уже другая речь. Почему бы мы не крестились, все, признали Иисуса Господу, там, ножом по горлу и до свидания к Иисусу? Нет, ну почему, почему мы не умираем? Все уже, все хорошо, ты свершил то, что ты должен был. Оказывается, Иисус свершил. Оказывается, для Иисуса есть путь совершенный у Иисуса для нас. И написано, последний враг должен быть побежден смерть, правда? Стоп, и написано точно так же, что Иисус победил уже смерть? Да. Вы понимаете разницу между Он совершил и Его тело сейчас созидается и свершает это все? Аминь. Да, написано, что все нам подчинено, но мы не видим, что все нам подчинялось. А дальше написано, но мы имеем возможность созерцать Его. И параллельно точно так же мы смотрим, взирая на Него, как в зеркало, преображаемся. То есть, если мы не видим, что все нам подчинено, продолжает преображаться, и по мере преображения твоего в Христа, это все начнет слушать тебя и подчиняться. И все творение как раз ожидает вот этого преображения нашего тела Христа, проявления тела Христа. Мне нравится православная позиция, вот честно, вот очень нравится, очень мудрая, да, вот это православное вот, дайте, об аде и рае, то есть, сейчас полноты как бы нет. Те, кто умерли, они не могут испытывать полноты, невозможно испытывать полноты, не положение ни мудвы, ни тела. Они ожидают все равно воскрешения, ожидают все равно соединения с телом. То есть, полнота это дух, душа и тело. А быстренько туда на небо это сбежать. Ну, реально, это позорно убежать. Мы думаем, Бог забрал, да, вот-вот, умер человек, Бог забрал, стоп, смерть названа врагом. Вот так. Да, он будет спасен, но смерть пришла и взяла свое. Он еще не победил. Понимаете, да? И мы бежим, как Павел говорит, чтобы достичь, правда? Не что-то новое, а что он уже, Христос, уже открыл нам, за что уже заплатил. И наша задача вот это бежать и идти путем преображения Господня. Понимаете немножко? Уже сейчас вкушать и жить в этом новом веке, в миллениуме, называть как хотите, да, в царстве Христа, царство которому нет конца, уже в теле и превражаться в его нетленные образы. Родные, мы смертные для конкретной цели. Понимаете? Не написано, да, что как это, что сейчас, 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 что смотрите, написано, нетление, тленное должно быть пожарным, да, нетление, нетление должно пожрать, вот, вот, в себя, да, да, взять, все тление, не написано грешное, написано тленное, давайте не путем, не путем, плотью, мы совлечена плоть, обрезание, да, его жертвы, нерукотворным, с нашего сердца, грешная природа сожжена, и мы теперь открываем все больше, 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 да, праведную природу, праведность Христа, новое, новое творение, и начинаем, вот это смертное должно быть поглощено, это оставлено нам, Христос соблёк грешную грешную из нас, наша задача теперь продолжить быть телом реально Христа и облечься веклинием, это наша задача на земле как невесты, как тело Христа, позволить Ему реально прийти в этом теле, позволить Ему царство, позволить Ему ходить по этой земле, точно так же написано смерть будет положена у Ему ног, а он голова, понимаете, да, ноги к чему принадлежат, к телу, уже начинает это реализовываться, через нас те черепи живой воды, через нас вот этот огонь Божьей любви, всепоедающей распространяться и пожирать весь этот мировой порядок и чем дальше тем больше, больше, больше церковь это просто царство, это просто вирус, это эпидемия захватывающая пожирающая собой все, все эти фильмы про зомби это просто прообразы демонические прообразы настоящие, что настолько изменится, настолько стать одержимым Богом, что абсолютно только Христос в своей реальности, в полноте Божества здесь, на этой земле, в этом деле. Вот это мне нравится, вот это преображение. Классно. то, что было там на горе. Давайте до кущи, вот и любви. Давайте здесь сделаем кущи и здесь останемся. То есть, понимаете, да, он все равно пророчествовал. Хочу я здесь остаться. И тут голос все и сын мы возлюблены, да, не Моисей, ну тут можно много разбираться, да, не Илья, не Моисей, но сын, то есть не закон, не пророки, но его слушайте, и с ним не оставайтесь. Аминь. И вы останетесь с ним. И последняя молитва Иисуса говорит, пусть все будет одно. Как я в отце, так и я в отце и мы вместе в них. И все одно без разделения, без и физически без разделения. А начинается все это. Знаете, можно много это превратить тоже в философию, понимаете, да? Вот эти вещи. Можно реально превратить в да, вот так есть, мы живем в последнем, ну то есть в этом времени уже все свершилось, уже все, и это, понимаете, да, повод потворства очередной плоти. То есть я тут в смерти сижу, и я себя кормлю над тем, что все уже зашибись. Ой, в смысле оленудия, извините. Нет, это не повод потворствовать плоти. Это просто позволить, да, что есть этот переход, есть эта реальность, и позволить вот из сердца, да, что нам открывалось, что мы реально абсолютно перешли полностью, чтобы я уже как человек про Бога ничего не мог сказать. Все, что я мог сделать, это явить, но вы видели меня, сам. Аминь. Могать? Вот Христос, ходящий по земле. Я еще могу вся от себя сказать, извините, каюсь и преображаюсь дальше. И дальше, 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 дальше. И понимая, дальше взирая на него, и дальше проходя, поймите, так как евреи проходили пустыню, так и я дальше проходя, смотря на змея, вознесенного, и ничто не может прикоснуться ко мне. И я дальше иду, и дальше начинаю завоевывать эти города. Оно дальше развивается, понимаете, да? Там оно свершилось, в моей душе дальше развивается. И все происходит все равно на разных уровнях. И дальше я совершаю свое спасение, свое преображение действительно полноту этого света. И действительно, последняя труба прозвучит и царство неба заделывается землей, то есть вы поймите, оно уже потесняет, уже колебли основания. Просто вот эта маленькая часть этого мира просто исчезнет. Где-то там те внешние, например, за границей. и вот как раз вот это и надежда я жарю. Слава Богу. Вот эта надежда, как и в евреях тоже написано. Понимаете? Да. Эта надежда, как я, как души. да, 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 хорошо. Сейчас, евреи, они, да? Я жарю. Ты за зависим? Нет, это евреи. А. Посему оставим, это шестая еврея. Начатки учения Христова поспешим к совершенству. И с несланием снова полагать основания обращения в мертвых тел и вере в Бога, учению о крещении ях, кстати, не крещении, а крещении ях, о возложении рук о воскресении мертвым и о суде вечным. Они все это понимали и знали прекрасно, только ложили основания для того, чтобы они говорили, ребята, я хочу вам больше рассказать, но еще не готовы. И по чуть-чуть, по чуть-чуть наша задача превражаться, оставить эти начальники, оставить эти прообразы идти полностью к учению. А я не знаю, как я. Нет, я не помню насчет этого, ну ладно. А, о чем мне стоят? Именно о якоре, да? Да, я как Надежда. Да, 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 ну вы знаете. Можно поезд там посмотреть. Как за завесу туда налет. А, вот, да, сейчас стояла мою век. Я правильно пошел, просто тут. Какой стих? Так, дабы в двух непреложных вещах, 6, 18, 19, 20, что-то. Вот. В которых невозможно Богу солгать и клявы, ну насчет клявы. Твердое утешение имели мы, прибегшие, взяться за предлежащую надежду, которые для души есть как бы якорь, безопасные и крепкие, и входят во внутреннейшее, ну святое святое, за завесу, я сейчас синодальный. Куда предтечею за нас вошел Иисус, делавшись первосвященником навек подчины Бога Седека. А чемерная Седека, это вообще отдельная тема, да? Но он предтечею, поймите, да? Да, он наш катетчик. Предтечею, он первый, но не написано, то есть он последний Адам. То есть поймите, да, вот старый Адам, тут был первый Адам и последний, и второй, последний, все, точка. А тут он первенец и один из многих в царстве. Тут все, конец. Тут начало и много таких же. И держась надеждою, вот Павел Игорь говорит, что мы надеемся надеждой, ожидаем полного усыновления и искупления наших тел. Понимаете? И мы сейчас имеем, вот на этом пути преображения, мы имеем огромный залог. Понимаете, да? Дух Святой. Аминь. И если мы действительно будем внимать Ему. Поймите, родные, да, открывать радостную весть, понять радостную весть и извещать радостную весть, да. Это одно, вот то, что сейчас, да, говорю, тратить время на то, чтобы понять это. И, как это, извести, да, рассказать. Это одно. Но это лишь маленькая часть Духа Святого. Это как бы служение, это второстепенное. А первостепенное, куда каждого ведет Дух Святой, который назван, да, учителем и утешителем. Это работа с душой. Это не значит, что Он будет учить других через тебя. Это второстепенное. Он тебя учит. Он тебя преображать будет. Это тот залог, который в состоянии сделать, воспитать в тебе. Ну, что такое залог? Тебе что-то, ну, понимаете, да, денежный залог. За дом, да. Потом залог возвращается. Так? Это гарантия. То есть, будучи здесь еще, будучи смертными, будучи в тлении, у нас есть залог, который с нами работает. И это гарантия, если мы поведемся за Дим, этого перехода полностью. Понимаете? Тот, кто соединяется с Духом Господним, становится одним Духом. Одни, один Дух Смерти. А Бог изначально Дух. Правда? То есть, соединяясь с Духом Господним, становится одним Духом. С тем, кто Дух. Одним целым. Нераздельным. Христос в нас и вся полнота Божества в нас. И вот это осознавая, вот в это поверив, мы начинаем иметь это свидетельство внутри. Мы успокаиваемся еще больше, начинаем по-другому мыслить, по-другому действовать, говорить с силой. Действовать, ну, понимаете, да? Мир, покой и радость, да, это царство, начинает наполнять нас и переходить дальше, 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 дальше и дальше. И вот, вот результат. Серафим Саровский его съел. Понимаете? Очень много святых точно так же. Они, это, в этой степени, на самом-то деле, очень много. В католических, в православных, да. Их, как бы, похоронили, а потом тело исчезло. Понимаете, да? И сколько таких вещей. Даже, 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 Павла. Ее помили камнями. Он воскрес. Понимаете? Он в состоянии был, да, понять, что Он вышел с тела. Его тело, да, как бы, мертво. Воскресить тело и опять вернуться. Не написано, что Бог его воскресил. Насчет Христа Бог его воскресил. Он отдал все. Это правда. И он увлекся в нетление первенец среди многих. И знаете, зачем это все? Вот самый главный вопрос. Зачем? Как победить смерть, на самом-то деле, да? Понимаете? Адаму Бог сказал, в сей день умрешь. Он прожил 940 лет. Он дня не прожил. Победа над смертью, это, по сути, прожить дольше дня. Настоящая победа, понимаете? И кто-то должен это сделать. Но зачем это все? Понимаете, вот тут, вот тут тоже много путают, да? Я там, и вы к себе, вы знаете, я там, крутой перец, да, вы всесмертные, скоты и так далее. Нет, нет, нет. Вам тысячи лет жизни для того, чтобы каждый день своей жизни ложить ее за других. Не держаться за нее. Отдавать ей, как делал Христос. Был верен до смерти. А мы до полного премьерожия.